Казбек, ты сегодня национальный герой Дагестана. Я видел, как я приветствую твои земляки. Ты национальный герой России, это естественно. И знаешь настоящие спортивные традиции, которые есть в этой республике, Северокавказской. Можно удивляться, как много родили они настоящих борцов, начиная от Али Алиева. Сегодняшняя победа борцов в стиле кёкашин карате, а шахари карате. А почему ты выбрал именно Ушу Саньда? Потому что я занимался борьбой в детстве, потом боксом занимался, увидел понемножку ещё, я занимался и карате. И в комплексе мне она понравилась. Когда я увидел Ушу Саньда, мне понравился мужественный спорт, как говорится. Я реализовал себя сам в этот спорт. Ушу Саньда отличается богатством техники. Это прежде всего борцовская техника, прежде всего та, которую используют самбисты. Прекрасная техника ног, работа кёкашин, лицевая техника боксёров. Что ты считаешь для россиян в значительной степени более приемлемой? Более характерная для россиян это физическая физика, как говорится. Да, да, да. Всё-таки борцовская техника, ты считаешь? Да, да, борцовская техника. Борцовская дыхалка нужна там. Как считаешь, какие виды спорта могут быть легко востребованы в этом стиле? Боксёры, борцы, самбисты или может быть каратеки? Это разницы нет, я так думаю. Большой мастер может судьбом начать? Да, да. От человека зависит, какой он спортсмен. Спасибо, господин. Ну что ж, я думаю, что мастер должен показывать себя на татаме и скромность Казбека говорит о том, что он знает своё дело и притворяет его очень успешно в жизнь. А тем временем финальные бои чемпионата России по Ушу-Сэнда весовой категории до 48 килограммов. Красная экипировка Мурат Абакаров, Москва, Изаби Юлас Гусейнов, Дагестан. Естественно, чёрная экипировка под красной майкой, под зелёной майкой. Напомню, вес спортсменов не превышает 48 килограммов. Почти дети, можно сказать, но с такой волей победы они ведут себя на ещё раз, как называется, подиум? Лай-тай. Лай-тай? Лай-тай. Очень хорошо. На лай-тай. Ну, возрастной тоже сейчас диапазон спортсменов от 18 до 35 лет. Сейчас всё-таки вот это у нас самые, можно сказать, молодые. Молодые в смысле первого или второго эшелона? Это только по 18 лет исполнилось. То есть молодые мужчины? Молодые мужчины. Молодые, но уже мужчины. Да, это, наверное, правильно. Правильнее, скорее сказать, то, о чём мы сейчас видим. Эта весовая категория та же включена в соревновательный процесс. И только спортсмена, наверное, имеет принимать участие в мужских ресталищах в возрасте позже 18. Я так понимаю? Мурат Абакаров выиграет первый раунд. Второй раунд весовой категории до 48 килограммов. Повторяю, это финальные бои. Как правильно использует свои возможности Мурат Абакаров. Обратите внимание. Ну, в общем-то, я думаю, характерно для этой весовой категории. Лёгкое передвижение. Серия ударов. Да, как говорил Мохаммед Али. Да. Порхать как бабочка. Жалить как пчела. Да. С той же самой разницы, что Мохаммед Али выступал в другой весовой категории. Отлично, да. Ну, как обычно, у нас спортсмены на чемпионат мира представляются тоже в основном в тяжелых весовых категориях. Так как... И надо заметить, что всего лишь пять участников могут от России принимать участие на чемпионате мира. Да. Тоже существенно ограничивает. А чем вызывают такие требования? Ну, спортивная делегация, как обычно, состоит из десяти спортсменов. Пять спортсменов – ушутаволу, гимнастика, и пять спортсменов – ушусань, да. И спортсмены, соответственно, которые поедут в весовых категориях, решаются на тренерском совете федерации. Что естественно. Лучшие, да. Едут, конечно же, лучшие. И в основном едут, как я уже говорил, тяжелые веса. Ну, в принципе, это не показатель, конечно. Просто в малых весах очень сильно представлены китайцы, конечно. Там они тоже занимают хорошие лидирующие позиции. Возвращаясь к чемпионатам, все абсолютно страны представляют себя на чемпионатах мира и Европы только пяти участниками в сань, да. Кроме, конечно же, страны-хозяева и Китая. А сколько они имеют право представлять? Они два состава имеют выставлять право. И, соответственно, я говорю, как Китай. Он основоположник вида. Ему тоже дано такое преобладающее право. Странное предпочтение. Ни в одном другом виде спорта, мне кажется, что родоначальники вида спорта не имеют таких преимуществ, количественных, по крайней мере. А тем временем закончился второй раунд. По итогам этого раунда победа за Забиюла Гусейновым Дагестаном. И, соответственно, третий раунд. Третий раунд для определения победителя. Широкие удары, мне кажется, не очень характерны для спортсменов легкой весовой категории. Так в размах дерутся только в русских деревнях. Но все-таки, да, старый удар, свинг, он все-таки достаточно эффективный еще до сих пор, как мы видим. При соответствующей сноровке. При соответствующем попадании свинг, как характерен, да. Кстати, этот удар очень был, очень любил и очень эффективно применял небезызвестный. Небезызвестный Тайсон. Рвутся, рвутся в бой спортсмены. Да, да, да. Напоминает уже третий раунд. Сейчас удар этот у Мурата удался. Опять вот Мурат хотел провести удар с разворотом. В японском карате называется Нуракен. Очень эффективный удар, очень неожиданный удар. И я вот думаю, что он очень полюбился бойцам Ушу Саньда. Что интересно, в карате он даже редко применяется в таком исполнении с разворотом. Ну, инерция очень большая, конечно. Он очень большую силу приобретает за счет раскручивания руки. Но технически выполнить его грамотно в бою достаточно трудно. И вот я смотрю, что очень часто спортсмены его повторяют. Обратите внимание, как легко передвигается Мурат. Как чувствует дистанцию. Смотрите, как он ныряет от ударов. И как выходит победителем даже вот в такой борьбе в среднем секторе. Молодцы. Да, по итогам двух, трех раундов, по итогам двух побед, Мурат Абакаров становится победителем в этом бою. И, естественно, становится чемпионом в этой весовой категории на Эрк.